того, что поется. И вот опять же я возвращаюсь к этому образу Марфы. Только что Марфа пела о своей трагической любви, об измене Хованского. Только что это был в какой-то степени плач, притчет и вместе с тем спокойная, прекрасная русская песня. А вот появится Досифей, вождь Раскольников. И Марфа, только что закончившая очень сильную свою песню, арию, любовь, у нее трагедия. Она склоняется перед Досифеем, Досифей утешает ее. Ах ты моя косатка, потерпи маленько. И вдруг Марфа словно видит пожар, огонь, и на костре горят раскольники. Досифей ничего не понимает, он говорит, и гореть страшное дело, не время, не время, голубка. Уводит ее, утешая при этом. Но видите, Марфа знает, она пророчится, она все знает. И вот если проследить за этим образом, начиная от ее гадания, которое мы только что слышали, через эту песню, и в конце концов, когда она слышит треск пламени. И вот после этого опять невиданный контраст. Мы говорим о том, что у Мусоргского абсолютно шекспировские принципы мышления. Вдруг появляется шокловитый. Это вообще самый мистический, непонятный образ. Он вроде бы неположительный в опере, но вот здесь он поет свою знаменитую арию. Спит стрелецкое гнездо, которое по праву не только вершина Хованщина, но и одна из вершин оперного искусства. Он оплакивает участь Руси. Стрельцы спят и даже не догадываются, сколько горе впереди. Кто защитит Русь? Кто спасет? Враг не спит. Стрельцы спят. И вот после этой арии просыпаются стрельцы пьяные и предаются бесшабашному веселью. И вот этот контраст опять. Мысль о Руси и пьяное веселье стрельцов, которые веселятся перед своей могилой. Потому что скоро раскольники сгорят, стрельцы будут казнены. Это всем хорошо известно. Даже тем, кто не изучал глубоко историю, помнит гениальную картину Сурикова «Утро стрелецкой казни». И вот послушайте, сейчас глубоко-глубоко поет шокловитый о Руси. А потом просыпаются стрельцы. И вот послушайте, какой контраст, какая частушка, какая бесовщина, какая радость, какое веселье. Как будто бы не было только что глубиннейшего разговора о судьбе России. И так подряд. Орешек Лавитова спит стрелецкое гнездо. И песня, разухабистая хоровая песня. Ах, не было печали. Проснулись стрельцы. Спит стрелецкое гнездо. И песня, разухабистая хоровая песня. Спи, русский люд, Ворог не дремлет. Ах, ты в судьбе незлосчастная, родная Русь! Кто ж, кто тебя печальную от беды лихой спасет? Аль недруг злой наложит руку на судьбу твою? Аль немчим злородный от судьбы твоей поживы ждет? ПЕСНЯ Стонула ты под яремом татарским, Шла, брела за умом боярским, Пропала дань татарская, Престала власть боярская, А ты, печальница, Строжнешь и терпишь, Господи! Вот слышите, сколько выразительности! Я недавно сказал, что можно изучать историю, я боюсь быть неверно понятым. Нет, Хованична не заменит изучение истории Петровского времени, но она, как всякая правда искусства, это параллельная правда. Нельзя воспринимать то, что Мусоргский создал, как абсолютная историческая драма, по которой можно изучать историю в ее точных деталях, в ее последовательности, но, повторяю, есть правда искусства. Образы этой оперы невероятные, символические, фантасмагорические, гротесные, иррациональные, странные, практически все погибают, даже Марфа, своего возлюбленного, с которым она помирилась, Андрея Холландского, сына Ивана, вождя стрельцов, она увлекает в костер, туда, где раскольники, потому что он обречен, иначе его погубят петровские войска. Он погибнет вместе со своей возлюбленной. Огонь, как очищающая сила, огромный огонь, который поглощает и раскольников, и до Сефея, и Марфу, и ее любовь, и страсть, и все. Но вот действительно, последовательности исторической, исторических лиц абсолютно достоверных ждать не приходится. Но, повторяю, это так же, как и шекспировские хроники. В них порой встречаются люди, которые не могли встретиться, потому что, когда один из них родился, второй уже умер. Но для Шекспира это не важно. Его хроники, они другая история, параллельная история. Это творческая, это художественная, это мифологизированная. Но вот послушайте сейчас, после такой глубокой арии, вдруг звучит хор проснувшихся пьяных стрельцов. Разухабистая хоровая песня, «Ах, не было печали». Песня «Ах, не было печали, Только зла резла на стойках беда». Песня «Ах, не был печали» ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ